Здравствуйте! Время новостей на телеканале ЖТСУ в студии Елеман Раимбеков. Когда мы едины, мы непобедимы. Наш Султан Назарбаев выступил с обращением к народу Казахстана. Статья первого президента опубликована на сайте Ельбасы Кизет. Лидер нации отметил, что благодаря стойкости нашего народа и его твердой воле и несокрушимой вере в свои силы, которые всегда приходят на помощь в час суровых испытаний, нам удастся одержать победу в борьбе с невидимым врагом. Тем более для этого у нас имеется все – финансы, материальные ресурсы, техника и запасы продовольствия. Поэтому нет никаких оснований впадать в растерянность и панику, четко подчеркнул в своей статье Нурсултан Назарбаев. За годы независимости мы пережили многие трудности и кризисы. Обо всем этом я всегда высказывался открыто и ясно. Вы оказывали мне большое доверие. Оно неизменно придавало мне силу и энергию. Я глубоко признателен всем вам за это. Здоровье нации и безопасность государства – неразделимые понятия. Государство принимает все необходимые меры для того, чтобы преодолеть имеющиеся трудности. Ни один человек, ни один гражданин нашей страны не останется без поддержки. Мы – единая страна, сплоченный народ. Я всегда был вместе с народом. И сегодня я вместе с вами. Мы вместе, не сгибаясь перед трудностями, сбережем наше единство и согласие. Только тогда мы сможем сохранить независимость и быть достойными нашей великой цели Мангалек Ель. Продолжаем выпуск. Введенные контрольно-ограничительные меры в Казахстане снижают темпы распространения инфекции. Так считает главный санврач страны Айжан Есмагамбетова. По ее словам, к сегодняшнему дню прирост заболеваемости по республике снизился и варьируется в пределах 10%. Главный санврач отметил, что сейчас по республике занятость коек составляет 21%. Наиболее загруженные в Алматы это 43% и в Атаравской области 35%. Есмагамбетова отметила, что только ограничительные меры помогут одолеть невидимого врага. Это уже доказано на примере Китайской Народной Республики, где пик заболеваемости уже пройден, сообщила главный санврач. На сегодня задействовано в вопросах лечения профилактики коронавирусной инфекции 16 тысяч медицинских работников. И создан резерв из 10 тысяч медицинских работников. Хотела бы обратить внимание еще на следующее. В условиях карантина на сегодня плановая помощь практически во всех медицинских организациях ограничена. И, соответственно, при необходимости весь медицинский персонал этих медорганизаций может быть использован для оказания медицинской помощи больным с коронавирусной инфекцией. Карантин – это основная мера профилактики коронавирусной инфекции. Снятие карантина и возвращение к прежней жизни зависит от дисциплины каждого из нас. В Акмолинской области зарегистрирован еще один летальный случай от коронавируса. Пациент был 1929 года рождения. Таким образом, в Казахстане умерло от этой болезни уже 7 человек. Также за эти сутки зарегистрированы еще 5 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Три в Казлардинской, один в Акмолинской и еще один в Мангистауской областях. Итого число инфицированных составило 709 человек. Больше всего случаев в Нур-Султане. Здесь 222 пациента, 5 из которых в тяжелом состоянии. Также с 9 апреля вводится режим карантина в Жамбулской области. Теперь карантин действует в Нур-Султане, Алматы, Ак-Тубе и Жамбулской области. Добавим, число вылечившихся составило 54 из 709 пациентов. Каждому заболевшему применяется тщательное лечение. В Алматинской области ситуация стабильна. В числе заболевших в регионе числятся 10 человек. Волонтеры вновь спешат на помощь. На этот раз изъявил желание помочь социально уязвимым слоям населения Союз ветеранов боевых действий на таджико-афганской границе. Мадина Кужебаева воспитывает шестерых детей. Женщина нигде не работает. Единственный источник дохода – адресная социальная помощь. Потому она в списке тех, кому волонтеры приехали с помощью. Многодетной семье привезли самые необходимые продукты. Я многодетная мать. Живу в этом доме. У нас никто не работает. Сижу дома с детьми. Хочу сказать спасибо за оказанную помощь. Уверена, есть еще много семей, нуждающихся в помощи. Надеюсь, это доброе дело продолжится. Действительно, помощь социально уязвимым слоям населения продолжилась. В этот день волонтеры посетили семь семей. Организаторы с гордостью говорят – это наш гражданский долг. Мы на этом не остановимся. Это не последнее. И в будущем мы будем стараться помогать в силе своих возможностей. Мы выполняем свой гражданский долг. Напомним, помощь людям ветераны организовали в рамках республиканского челленджа «Бызбергемос». Волонтеры призывают присоединиться всех и вместе делать благое дело. Алексей Цойгабид Кабдархман, телеканал ЖТСУ, Талда Курган. На 5000 гектаров по сравнению с прошлым годом увеличилось количество пассивных площадей в Алматинской области. В этом году они составят 966 тысяч гектаров. Какую часть из этого занимают пассивные земли Алакольского района и какова доля участия фермерских хозяйств, узнаем из материалов сюжета. Из-за раннего наступления весны в ряде районов Алматинской области весенние полевые работы начались раньше обычного. В этом году в Алакольском районе запланировано освоить около 85 тысяч гектаров. Из них 36 тысяч – зерновых, порядка 32,5 тысяч – масличных культур. Свыше тысячи гектаров – сахарные свеклы и кормовых культур. На весенние полевые работы привлечены около 1400 сельхозформирований. Для обеспечения их бесперебойной работы создаются необходимые условия. На сегодняшний день льготная солярка заключен договор с карамой продакс, с того карамой продакс на весенние полевые работы 2151 тонну. Из них на наурус месяц 400 тонн мы полностью обеспечили. Один литр на сегодняшний день 178 тенге. По запчастям сельхозтехники тоже вопрос решен положительно. Пять магазинов у нас работают, а также 943 тонны привезли минеральные удобрения. На сегодняшний день мы готовимся, то есть идет полным ходом посевная зерновых культур и готовимся на посев сахарный секлей. 9 числа через Аксусский сахарный завод получим семена и начнем посевную работу сахарный секлей. Установившаяся благоприятная погода – оптимальное время для начала обработки почвы. Продуктивность запланированных работ зависит от многих факторов, в том числе от готовности механических ресурсов. Сельхозпроизводители Алакольского района делают ставку на приобретение новой техники. Американский трактор «Джон Дир» стал новым словом в обработке сельхозугодий. В союзе с многофункциональным культиватором он способен обработать за сутки до 60 гектаров. Площадь большая, 4,5 тысячи гектаров, надо было в сжатые сроки все это посеять, поэтому мы вооружаемся. Это очень эффективная техника, она экономит солярку. Кроме этого, полностью мы подкормили озимой на площадь 1500 гектаров минеральным удобрением. Его обороновали и сейчас готовим зябь. У нас 1500 гектаров зябь, уже где-то 600-700 гектаров подготовили зябь. Вот где-то на днях начинаем посев зерновых. Не второстепенный вопрос ресурсы стабилизационного фонда Алакольского района на период чрезвычайного положения в стране. Власти района заключили меморандум с СПК ЖТСУ. Теперь несколько социальных торговых точек обеспечены продуктами по доступным ценам. Запасов сельхозпродукции хватит на месяц. Доступные продукты сахара 60 тонн, это сталтокургана, а также с узкоминогорска 100 оси и мар 40 тонн первого сорта муки по 115 тенге, а также с баканаса рис по 190 тенге. И обеспечили три магазина полные на сегодняшний день луком, картофелем, а также морковью. У нас 13 хлебопекарней, они полностью обеспечены. Руководство района прилагает все усилия и задействует все возможные средства для обеспечения продовольственной безопасности и контролирует цены на социально значимые продукты. Евгения Присяжная, Абылай Кутыкбай, телеканал ЖТСУ, Лакольский район. Это была вся информация к этому часу. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова